Давай, скажи мне про Моисея, Авраама и Исаака и Якова. Я бросаю тебе вызов, скажи мне. Со всем уважением, но мы пытаемся вести рациональную дискуссию, правильно? Я не кричу и не истерю, и не поддаюсь эмоциям. Давайте просто попытаемся поговорить. Ты пытаешься быть смешным. Я пытаюсь быть смешным. Это неуважение ко мне с вашей стороны. Я не делал какие-либо замечания о вас. И я не пытаюсь быть смешным. Я лишь хочу поговорить. Кто для тебя Моисей, Авраама и Исаака и Яков? Пророки Бога. Каким образом? Бог избирал их для передачи его послания. То есть Бог существует? А кто тебе сказал, что я не верю в Бога? Я мусульманин. Конечно, я верю в Бога. И я не спорю о существовании Бога. Кто тогда Иисус? Успокойтесь. Зачем вы бьете стол? Кто такой Иисус? Извини. Кто такой Иисус? Если вы дадите мне минуту, я объясню. Ладно. Иисус – это послание, которое был создан Аллахом. Создан кем? Создан Аллахом. Создателем. Это термин для обозначения Бога. Поэтому Иисус – это человек, который был создан Богом. У него не было Отца. Он родился чудесным образом. То есть вы верите, что Он посланник? Да. Мы верим, что Он посланник. И мы верим, что Он мессия. Мессия означает, что Он выбран Создателем для выполнения конкретной мессии. Да. Так что это то, во что мы верим. Однако мы не верим, что Он Сын Божий. И мы не верим, что Он умер за черепа грехи. И мы не верим, что Он Бог. То есть вы... Это наша вера. Но ты не можешь верить в Святую Троицу без этого. Но я не верю в Троицу. Но если ты веришь в чудесное рождение, это не имеет смысла. Почему? Но если ты веришь в чудо... Покажи мне логически, где здесь весть. Это у тебя в голове. Объясни мне логически. Потому что если мы посмотрим на Марию, она мать нашего Господа Иисуса Христа. Нет, она мать человека. Как говорится в Евангелии от Матфея, во все века назовут меня благословленным. Но это не имеет отношения к тому, что мы говорим. Благословленный? Да, конечно, не имеет. Там сказано, ты благословлена среди женщин, и благословлен плод твоего чрева, Иисус. Но это не имеет отношения к тому, что мы говорили. Ты сделал утверждение, что чудесное рождение не имеет смысла за пределами троицы. Я попросил тебя продемонстрировать почему, но ты не смог сделать этого. Этого не происходило. Ну тогда давай, покажи. Ты высокомерный. Почему вы нападаете на мою личность? Ведь я не пытаюсь нападать на вашу личность. Человек был распят на кресте. Знаете, я должен уважать вас из-за вашего возраста. Поэтому я смиренно попросил бы вас не оскорблять меня. Когда Иисуса распяли на кресте, этот солдат сказал, истинно, истинно, этот мужчина – Сын Божий. У меня нет проблем с этим. Но я говорю, что это высказывание никоим образом не доказывает существование троицы в какой-либо форме. Ведь Бог не умирает. Бог вечно живой. Это основная концепция, которую каждый ребенок знает. Бог всегда жив. Если вы верите, что Иисус умер, то Он не Бог. Потому что Бог не умирает. Это люди умирают. Бог не становится младенцем. Если ты отрицаешь Иисуса, ты отвергаешь всю Библию. Но Библия не моя книга. Это ваша книга. Я же верю в Коран. Значит, ты отрицаешь Коран. Где в Коране сказано то, что вы говорите? Коран не говорит то, что вы говорите. Но в Коране говорится, что Иисус – слуга Бога. Евангелие от Матфея, Марка и Луки и Иоанна, они говорят истории жизни Иисуса. Да, я знаю. И когда Он был на кресте. Да, я знаю. Ты веришь, что Иисус сделал чудеса? Конечно, нет. Да, я верю. Почему вы отвечаете за меня? Ладно, приведи мне хоть одно чудо. Мы верим, что Иисус исцелял людей и слепорожденных и воскресил мертвого. И на самом деле в Коране есть чудеса, которых нет в Библии. Где? Как то, что Иисус говорил в Колыбеле. И, кстати, в Библии, книге Деяния, глава 2, стих 2-2, там сказано, что чудеса творит Бог через человека. Нет, Он Бог. Он Сын Божий. Нет, там говорится, чудеса, которые Бог сотворил через Него. Спасибо. Спасибо, через Него. Могу я закончить? Давай. Там говорится, чудеса, которые Бог сотворил через пророков, как Моисей, когда он разделил море. То, что ты творишь чудеса, не делает тебя Богом. Потому что Моисей творил чудеса и Авраам, и другие пророки. Дай мне хоть одно чудо Моисея. Он расколол море. Да, с помощью Бога. И у него была палка, которая обращалась к змею. Нет, это был посох. Не палка, это был посох. Ладно, нет проблем. Спасибо, что поправили меня. Ты высокомерный, и пытаешься казаться смешным. Я не пытаюсь казаться смешным. Ты высокомерный. У алейка салям, брат. Ас-салям алейкум. Высокомерный. Ладно, все нормально. Мне жаль, что вам так кажется. Нет проблем. Ты оскорбляешь Библию. Где я оскорблял Библию? Как я оскорбляю Библию? Вы можете сказать... Троицу. Но я не верю, что она есть в Библии. Как я оскорбил Библию? Вы можете сказать, когда я оскорбил Библию? Когда ты спросил о Святой Троице. Значит, если я спрошу о Троице, я оскорбляю Библию? Да. То есть, как христианин, вы не можете задавать вопросы? Нет, вы можете. Поэтому я задаю вопрос. Вот, ты снова ведешь себя глупо. Я не веду себя глупо. Я лишь задаю вопросы. Если вы чувствуете, что я веду себя глупо, я не держу вас здесь. Если вы не хотите говорить со мной, не говорите. Почему ты держишь Библию? Я купил ее. Это моя Библия. У меня есть право покупать ее. Прочитай что-нибудь из Иоанна. Да, я прочитал всю Библию. И весь Иоанн полностью. То есть, ты прочитал всю Библию? Да, и весь Иоанн тоже. Но ты не читал весь Коран. Ты не читал. Нет проблем. Это то, во что вы верите. Нет. Слушай, если бы ты прочитал весь Коран, ты был бы святым. Если бы я прочитал Библию, я был бы святым. Можете ли сказать мне, что значит святой? Это означает благодать. Это значит, что ты держишь это, и хранишь это, и используешь это как благотворительность. Ладно, как это? Это благотворительность. Так вы сами святой? Я надеюсь, я пытаюсь быть. То есть, вы святой, а я не святой. Ладно, хорошо. Нет, нет, нет. Я пытаюсь быть. Значит, я не пытаюсь быть. Я не говорил это. Можешь попытаться быть святым, но невозможно всегда оставаться святым. Потому что мы смертные. Но твоя Библия говорит, что мы все в грязи грехов, и вся наша правда грязна. Нет, нет, это чушь. Там сказано, как старая одежда. Мы словно листья мертвые. Нет, это чушь. Но это Исаия. Это Исаия 64,6. Он говорит, что этот стих чушь. Ладно, нет проблем. Вы можете прочитать Исаию, и вы увидите. Нет, не чушь. Нет, там сказано, как старая одежда. Нет, ни один человек не похож на старую одежду. Ни один человек не похож на старую одежду. Но вы не согласны с Библией, а не со мной. Я не говорю этого. Вы хотите, чтобы я показал вам этот стих из Библии? Этот священник ничего не говорит. Он, я не знаю, он просто слушает. Ты должен говорить с ним, ведь этот мужчина просто разгневан. А, да, как там написано. Люди говорят нам, как мы можем доказать, что Святая Троица реально. Если мы посмотрим, к примеру, на Марию... Это не то, о чем мы спрашивали. Но я позволю тебе закончить. Это не то, о чем мы спрашивали. То, что ты делаешь, называется конфискация. Ты совершаешь логическую ошибку. Ты делаешь конфискацию. Ты отвечаешь на вопрос, которого я не спрашивал. Ты перебиваешь меня. Но я не задавал тебе этот вопрос. Ты перебиваешь. Ладно, прошу, говори. Без Марии не будет никакой благословленной Троицы. Без Марии ничего не будет работать. Ладно. Потому что если бы не существовала Марии, и существовало бы Иисуса, и не существовало бы никакого пророка. Я согласен. Не было бы никакого пророка. Но Троица не имеет к этому никакого отношения. Нет, имеет. Но как? Потому что Отец был первым. Я не хочу с вами говорить, потому что вы оскорбили меня несколько раз. Я хочу разговаривать с ним. Прошу, говори. Отец был... Позвольте ему, дайте ему сказать. Он собирается стать священником. Он сам может справиться с этим. Ты ведешь себя нагло. Когда священник благословляет кого-то, он делает это во имя Отца, Сына и Святого Духа. И даже Иисус сказал это. Крестите людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. И когда Пилат сказал ему, где твое царство? И он ответил ему, сказав, «Мое царствие не от мира сего». Ты можешь показать мне кого-нибудь из его учеников, крестящих во имя Отца, Сына и Святого Духа в Библии? Конечно, Петр, Павел... Где? Можешь показать мне где? В каком стихе? Покажи мне, где они крестят не просто во имя Иисуса, но во имя Отца, Сына и Святого Духа. Давай. Давай. Это хорошая практика для тебя, чтобы стать священником. Нет, ты снова ведешь себя высокомерно. Иисус говорит, вы не должны испытывать Бога. Я проверяю тебя, а не Бога. Ты что, Бог? Я проверяю тебя. Ты наглый. Я задаю вопрос тебе, а не Богу. Ты наглый и высокомерный. Вы вместе? Да, они вместе. Я лишь спросил. Ничего, ничего. Спасибо. Я скажу тебе кое-что. Очень сложно быть христианином. Но насколько сложно быть мусульманином? Я бы сказал, в миллион раз. Был человек, который пытался совершить убийство несколько недель назад. Деяния. Деяния апостолов. Какой стих? Деяния, глава 2, стих 38. Ты можешь прочитать? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Я ведь сказал, во имя Отца, Сына и Святого Духа, а не Иисуса Христа. Мне нужен стих, в котором они крестят не просто во имя Иисуса. Они говорят, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Прошу. Я был очень ясен. И другие записи говорят, что в книге Деяния апостолов они крестили во имя Иисуса. Хорошо, нет проблем. Мое утверждение было не только во имя Иисуса, но во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я был очень ясен, говорят, поскольку я знаю, что они крестили во имя Иисуса. Могу ли я сказать вам, почему я задал этот вопрос? Потому что есть люди, которые говорят, что этот стих является вставкой. Это стих в Библии, который ты упомянул. Потому что ученики не ослушались бы Иисуса. Ты веришь, что ученики ослушались Иисуса? Да, Петр сделал это. То есть они ослушались Иисуса? Значит, они не являются хорошим примером. Тогда кто из них повиновался Иисусу и крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа? Все ведь они ослушались Иисуса. Нет, они повиновались Ему. Нет, я говорю в крещении. То есть ты хочешь сказать, что все его ученики ослушались его в крещении, когда он приказал им крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа? Нет. Ты снова ведешь себя глупо. Я лишь задаю вопрос. И я думаю, что нет смысла в этой дискуссии. Если вы продолжаете повторять, что ты глупый, ты высокомерный. Петр отверг Иисуса перед распятием. Но после распятия первым, кому простил Иисус, был Петр. Ладно, нет проблем. Если у вас есть... Отец и Сын. Кто тогда Сын? Конечно. Это Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Конечно. Я понимаю, что вы верите в это. Так что я задал вам несколько вопросов. Я буду рад, если вы хотите спросить что-нибудь об Исламе. Я не против поговорить о нашей вере. Или во что мы верим. Я рад ответить. Если нет, то было приятно поговорить. Иудеи. Простите. Почему вы ненавидите иудеев? Кто вам сказал, что я ненавижу иудеев? Я сказал, почему? Простите. Кто вам сказал, что я ненавижу? Я не делаю этого. Зачем мне ненавидеть их без причины? Почему вы утверждаете это? Ты уважаешь все религии? Что вы имеете в виду под уважением? Позволять им исповедовать свою веру? Да. Я считаю, что каждый имеет право исповедовать свою религию. В чем проблема? Во времена пророков в Медине были евреи и христиане. И они практиковали свои законы. И также в Андалусии и в Испании у них были свои общины и суды. Когда была Исламская империя, у них были свои собственные суды. И они применяли свои собственные законы. Ты веришь, что ты получишь спасение? Это зависит от Создателя. Если я умру как мусульманин, тогда я попаду в рай. Куда? Я попаду на небеса. Это то, что вы называете раем. Рай и небеса — это то же самое. Почему людей убивает во имя Хама? Хама? Кто такой Хама? Ваш Бог. Это не наш Бог. Пророк Мухаммед. Да-да, ты знаешь, что я имею в виду. Знаешь, у меня достаточно уважения, чтобы назвать ваших пророков их именами. Так что пророк Мухаммед — посланник, а не Бог. Почему вы верите во взрыв людей? Я не верю в это. И то, что вы получите девственниц, 10 или 12 на небесах. Я не верю в это. Я не верю, что если ты взрываешь себя, ты получишь это. Это произошло, не так ли? Это происходило точно так же, как крестовые походы на Ирак и вторжение в мусульманские страны. Все это произошло во имя христианства. Во имя христианства. Да, мы потерпели неудачу. Это произошло. Ладно. Так эти люди не представляют ведь христианство. Ведь эти люди не представляют христианство. Я не отрицаю это. Я не отрицаю, что христиане были плохими. Конечно. Мы говорим, что мусульмане могут быть хорошими или плохими. Но ислам идеален. Мусульмане — это не ислам. Есть разница. Христиане не идеальны. Хорошо. Мы говорим, что мусульмане тоже не идеальны. Есть хорошие мусульмане и есть плохие мусульмане. Христиане тоже не идеальны. Все люди неидеальны. Вы не согласны? Как долго ты читаешь Коран? Насколько ты знаешь его? Сколько ты читал? Всю мою жизнь. Всю мою жизнь я читаю. Как много я знаю, очень мало. Мне нужно узнать гораздо больше. Ладно, спасибо. Нет проблем. Было приятно поговорить с вами.